Здравствуйте! В эфире программа Автолайф. Мы находимся в магазине Твой Скутер. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет именно об этом виде транспорта. Рек мотора, ветер в лицо – настоящая романтика дороги. Многие любители мототехники отдают предпочтение скутерам. Это универсальное транспортное средство. Визуально он похож на мотоцикл, но гораздо проще в эксплуатации и обслуживании. Главное достоинство скутера – это простота в управлении. Это тот же велосипед, но с ручкой газа. Поэтому не требует дополнительных навыков. Именно поэтому скутерам разрешено управлять лицам, имеющим любую открытую категорию водительских прав. Еще одним неотъемлемым достоинством скутера является то, что легко решается вопрос с парковкой, что особенно ценно в условиях центра города. Для того, чтобы управлять скутером объемом двигателя 50 кубиков, достаточно любой открытой категории. То есть это может быть С-категория – грузовой транспорт, который мужчины получают зачастую в армии. Это может быть Б-категория для легковых автомобилей. И это А-категория для управления мотоциклом. Первая стартовая категория. В любом случае, владея любой открытой категорией, вы можете управлять скутером и не нужно получать для этого отдельно категорию М. Еще одно преимущество скутера – демократичная цена на техническое обслуживание, что также немаловажно. За этим транспортным средством, как и за другим, нужен постоянный и правильный уход. Именно это гарантия долговечности и безопасности водителя. Несмотря на все преимущества, после кризиса 2013 года спрос на скутеры резко упал, из-за чего с 2014 года их перестали ввозить в Россию. В итоге в стране остались транспортные средства 2013 года выпуска. Сейчас в магазине «Твой скутер» появились скутеры 2018 года выпуска. В настоящий момент 2018 года скутера ввезли только две торговые марки – это «Лифан» и «Мото Итали». Собственно, «Мото Итали» мы и представляем в Рязани, завезли их себе в магазин. И 2018 года скутеры единственные в Рязани мы продаем. То есть все остальные скутеры 2013 года выпуска, по сути, им сейчас уже 5 лет. В инструкциях по эксплуатации, которая идет в комплекте с транспортным средством, указывается, что полезный срок использования или срок эксплуатации составляет 5 лет. То есть человек, покупая скутер 2013 года выпуска, фактически покупает уже скутер, закончивший свой срок эксплуатации в этом году. По словам Ильи Зотова, транспортное средство должно постоянно эксплуатироваться. Иначе из-за длительного хранения амортизатор неизбежно начнет течь, покрышки перестанут быть герметичными, а тормозам в любой момент перестанут работать. Перспектива, конечно, не самая приятная. Исходя из этого, становятся явными преимущества новых скутеров. Скутер данной модели произведен уже в этом году, в 2018-м, компанией «Мото Итали». Расскажите о технических характеристиках и в чем особенность этого транспортного средства. Данный скутер имеет объем двигателя 125 кубических сантиметров, поэтому для управления нужна категория А1, либо А. Но, соответственно, уже нужно его зарегистрировать в ГИБДД, для этого сделать их осмотр, получить полюс ОСАГО, соответственно, номера, и дальше можно ездить. Он позволяет уже управлять не только по городу, но и комфортно за городом. У него большие колеса, соответственно, по лежачим полицейским, по кочкам можно удобнее приезжать. Полноценное двухместное сидение, поэтому можно куда-то на расстоянии, порядка 100 километров уже с комфортом на нем кататься. Благодаря компании «Мото Итали» модельный ряд скутеров значительно расширился. А у рязанцев появилась возможность приобрести качественный, красивый, а самое главное – новый скутер. Эта модель скутера называется «Купер», произведена также компанией «Мото Итали» в 2018 году. Это полный аналог итальянского скутера «Пиаджо Либерти». Итальянцы, конечно, законодатели моды в мототехнике, поэтому модель получилась невероятно красивой. Прокатиться на ней будет приятно как мужчинам, так и женщинам. Практичность, удобство и комфорт стали визитной карточкой компании «Мото Итали». Илья Юрьевич, я так понимаю, что вот этот замечательный скутер произвела тоже компанией «Мото Итали». Расскажите про него. Да, совершенно верно. Это полный аналог скутера «Веспа Примавера», поэтому немного созвучно назвали «Премьера». Его отличительная главная особенность – то, что он из железа. То есть реально весь облицовка, низ, передняя часть сделана из металла, так как это сделано в автомобилях. Сделано это для того, чтобы некоторые жалуются, что при падении пластик недостаточно крепкий, хотя там везде приходят направляющие трубки, крепеж из металла, рама, каркас сделан, чтобы он не крошился, не ломался. Но все-таки пластик есть пластик. То есть здесь, в ответ на пожелания покупателей, он из железа. Это единственная модель, когда-либо везенная в Россию, сделана из железа. Несмотря на высокое качество транспортных средств, производимых компанией «Мута Итали», следует помнить, что необходимо все же надевать защитную амуницию. По правилам дорожного движения вы обязаны надевать шлем мотоциклетный со специальным одобрением, типа сертификации, амалогации, и штраф за это правонарушение – полторы тысячи рублей. Вплоть до того, что если водитель не пристегнут ремнем безопасности, это штраф. Точно так же и в шлеме должен быть ремешочек пристегнут. Об этом многие забывают, он болтается. При аварии, естественно, ударе шлем слетает, и человек получает травму. Поэтому должен быть обязательно пристегнут ремешок. За это тоже штраф полторы тысячи рублей. Но все остальное, амниция, это не рекламентируется правилами дорожного движения. Вы просто должны это сами для своей безопасности надевать. То есть рекомендуется надевать перчатки со специальной защитой на пальцах. Это куртки со специальными защитами на локтях, плече, позвоночнике и груди. Защитную амуницию производит представитель Мотейтели компания GX. Кроме того, в магазине «Твой скутер» ко всем новым скутерам можно найти оригинальные запчасти. Мотейтели компания «Твой скутер» ко всем новым скутерам можно найти.